Здравствуйте! Практически у любого, кто выращивает помидоры, будут на растениях желтые листья. Вырастить томаты без того, чтобы не пожелтели листья, практически невозможно. Плохо это или хорошо? И давайте разберемся, от чего листья желтеют. Во-первых, это естественный физиологический процесс. И если желтеют самые нижние листья, не стоит паниковать. Просто срок жизни у листьев определенный, и старые листья отмирают. Во-вторых, желтые листья – это не фитофтороз. Фитофтороз начинается от пятен на стволе, и листья не столько желтеют, сколько они становятся бурыми и засыхают. Желтые листья могут образовываться из-за повреждений корневой системы, например, медведкой. Желтеть листья могут из-за того, чтобы поселилась тля на растениях. Листья могут быть желтыми из-за неблагоприятных погодных условий, особенно когда резкие перепады. И растение испытывает стресс, и это отзывается на пожелтение листьев. Но главная причина и наиболее вероятная причина пожелтения листьев – это недостаток питательных элементов. А вообще листья могут пожелтеть из-за неправильного полива, когда слишком редкий полив, что маловероятно, потому что томаты засушить довольно-таки сложно. Скорее всего, листья могут пожелтеть из-за того, что слишком обильный полив. И обычно это бывает, когда начинаются затяжные дожди. Не всегда виноваты огородники, что желтеют листья. Иногда бывают погодные условия и приводят к пожелтению листьев. Но вернемся к недостатку питательных элементов. Когда вы увидите желтые листья на своем растении, обращайте внимание, откуда они начинают желтеть – снизу или сверху. Если пожелтение листьев начинается снизу, то это может быть недостаток азота. При недостатке азота листья желтеют очень сильно, и они становятся мелкими, они становятся такими узкими. Но вот на любых растениях недостаток азота выявляется именно при пожелтении и мельчании листьев. Помидоры поздно вступают в плодоношение, запаздывают с плодоношением. Проблема решается внесением азотных удобрений. Если есть недостаток фосфора – листья не желтеют. При дефиците фосфора листья становятся серо-зелеными, и стволы приобретают синевато-фиолетовый оттенок. И очень часто можно увидеть вот такое пожелтение листьев, когда с краев начинают образовываться коричневые пятна. Со временем эти коричневые пятна обычно начинают именно с кромки листьев, потом лист желтеет и совсем подсыхает. Это недостаток калия. Калий вообще очень важный элемент для помидор, потому что калий отвечает за количество кистей, которые завязывают, за количество помидоров в кисти. Калий отвечает за качество плода. Вот если здесь посмотреть, мы здесь видим явный недостаток калия. Вот такой лист – это явный недостаток калия. И вот тут можно увидеть уже и усохшие завязи. Проблема также снимается внесением калия. Но вносите сейчас калий сернокислый, а не калий хлористый, потому что хлор угнетает рост растений. И вот сейчас нужен именно калий сернокислый. Вообще помидоры надо подкармливать уже начиная с рассады. И когда мы высадим их в грунт, и когда они цветут, и даже когда они вступают в плодоношение. И не надо бояться добавлять минеральное удобрение. Томаты нужно подкармливать постоянно. Для того, чтобы не было такого перепада, когда листья пожелтели, потом усиленную дали подкормку, равномерно раз в 12-15 дней добавляем удобрение. И лучше всего взять удобрение именно для томатов, потому что в таких удобрениях учтены все потребности этого растения. И вот смотрим, у нас в составе 36% калия. Но удобрения, особенно водорастворимых, совершенно без азота не бывает. Смотрите, чтобы было меньше всего азота. Калий усваивается при достаточном количестве фосфора. Фосфор здесь 12%, и фосфор растению тоже необходим. Но вот именно в период цветения и плодоношения томатам нужен калий. Не бойтесь, что растение заберет сюда, и здесь будут нитраты. Нитраты образуются при перекормке растений. Если вы боитесь удобрять, еще не удобряли никогда, то возьмите не полную норму, которую нам рекомендует производитель, а возьмите процентов 75. Это все равно будет лучше, если вы получите мелкие невкусные помидоры, не применяя удобрения. Что делать вообще с желтыми листьями? Во-первых, когда вы видите желтые листья на растении, смотрите их, нет ли тли, нет ли паутиного клеща. Но вот это растение, листья наполненные влагой, оно не ялое. То есть проблем с корнями, скорее всего, у этого растения нет. И пожелтение начинается снизу, и именно это характерно для калия. В любом случае, желтые листья нужно удалять. Даже если вы внесете удобрения, они уже не пожелтеют. Обрываем листья, причем обрываем листья прямо у сабвенного основания, чуть-чуть их дернув на себя. Не надо резко выдергивать, чтобы не нарушить корневую систему. Вот он лист. Начинается поражение, вот здесь видно, вот именно вот таких вот коричневых пятен. И это, еще раз повторюсь, калийный голод. Вот опять-таки на этом растении видно, что первые листья были большие, а дальше пошли более мелкие листочки. Это говорит о том, что вначале было в почве достаточное количество питательных элементов, а вот здесь растения уже начали испытывать его дефицит. Если листья начали желтеть с верхушки, то это явный признак того, что не хватает микроэлементов. При недостатке цинка и магния на листочках образуются сначала очень мелкие желтые пятна, потом они разрастаются, и весь лист также становится желтым. При недостатке кальция также идет пожелтение верхних листьев. Недостаток кальция грозит верхушечной гнилью. То есть это помидоры, у которых вот у самого плода вот эта верхушка начинает загнивать. Это недостаток кальция. Ну и еще недостаток серы также приводит к пожелтению листьев. И опять нас выручат удобрения с микроэлементами. Если вы уже подкармливали растения, но просто азотно-фосфорно-калийными удобрениями, и вдруг сейчас заметили, что у вас начинается пожелтение верхушек листьев, тогда берите отдельные микроэлементы. Если не подкармливали, а вот если вы выносили в лунку удобрения, то они уже кончились. Нужно сейчас новые удобрения применять. То берите опять-таки комплексные удобрения и обратите внимание, чтобы там были микроэлементы. Сера, марганец, бор, цинк, молибден, медь. Все это очень важно для того, чтобы помидоры хорошо себя чувствовали и прекрасно плодоносили. Вот этот вот куст явно обделен питанием, потому что, вот посмотрите, здесь кисть есть, зависть не сформировалась. Кисть есть, зависть не сформировалась. Вот это первый признак того, что растение недополучает питание. И в добавлении вот такие вот листья говорят о том, что растение нужно кормить. Не бойтесь кормить свое растение. Если вдруг вы увидели, что, ну, как бы ситуация зашла далеко, можете не поливать под корень, а опрыснуть растение питательными элементами, прям удобрением, но разводите его в два раза, концентрацию делайте меньше, чем вы делали для того, чтобы полить под корень. Для полива под корень подкус достаточно одного-двух литров разведенного удобрительного раствора. Ну, а если будете опрыскивать, то обязательно хорошенечко смочите все листья. И еще раз повторюсь, перед этим нужно обязательно вот это все желтое, полтое, обязательно нужно удалить. Не волнуйтесь, что начинают желтеть листья у помидор. Еще раз повторюсь, у всех они желтеют. Обрывайте и ищите причину, и справляйтесь с ней. Надеюсь, мои советы вам в этом помогли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова